Бесперебойная подача воды будет в Новочеркасске, Семикаракорске, Шахтах, Новошахтинске и поселках, которые берут воду из Дона. Ведь только с 1966 года уровень реки упал почти на 2 метра. Плотина сама будет подниматься в самый верхний биф на 2,8 метра. Поэтому сегодня говорить о затоплении, о каком-то массовом, остальное лишнее будет, оно будет перепускаться, как, допустим, в Циблянском водохранилище. Жители Багаевского района беспокоятся, что их дома будут подтапливаться. Но съезжать семья Натальи Евсюковой не собирается. Ее бабушка – коренная жительница хутора Арпачин. Войну похоронила здесь отца и сестер, а в 70-х построила дом, в котором живут 4 поколения. У нас получается с хутора Алитов выезд, грунтовая дорога, и на станицу Манычскую выезд. Даже при всех затоплениях нам даже отсюда некуда будет деться. Мы не сможем отсюда никуда выехать. По дамбе, ну дамба не всегда в хорошем состоянии. Затапливаются только низкие пойманные участки в прибрежной зоне. Регулярно затапливаем паводками. Специалисты из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства боятся, что гидроузел сократит и без того исчезающий естественный нерест рыбы. Если мы продолжим использование и эксплуатацию реки Дон в таком же направлении дальше, то есть будем развивать гидростроительство, то мы окончательно утратим реку Дон как промысловую. То есть говорить о лове здесь не только в промышленных масштабах, но уже и в спортивно-любительских говорить не придется. Проект Багаевского гидроузла как раз и направлен на то, чтобы Дон без воды не оставить и воду в Цемлянском водохранилище сохранить. Потому что последствия объединения водой в Цемлянском водохранилище больше и дальше, чем потери рыбохозяйственной отрасли. Сначала проект Багаевского гидроузла пройдет экологическую экспертизу. Строительство начнется через полтора года, а запуск планируется на 2020. Сооружение возле хутора Арпачин будет состоять из судоходного и рыбопропускного каналов и низконапорной плотины. Ася Скрынникова, Екатерина Лободина, Юрий Бабенко, Андрей Токарев, Тагир Фатахов. На Дону.